Приветствуем вас! Сайт floristics.info предлагает ленивым и уставшим цветоводам отдохнуть и послушать статью о выращивании форзиции. Растение форзиция или форсайтия – род небольших деревьев и кустарников семейства маслиновые, цветущих ранней весной яркими желтыми цветками. Род форзиции очень древний, и это подтверждается разбросанностью естественного ареала произрастания. Шесть видов форзиции растут в Восточной Азии, Японии, Корее и Китае. В Европе же цветы форзиция, представленные единственным видом форзиция европейская, цветут преимущественно на Балканах, хотя меня впервые поразила цветущая форзиция в середине марта в Германии. Название «Цветок форзиция» получил в честь Уильяма форсайта – шотландского ботаника, главного садовника Кенсингтонского дворца и одного из основателей Королевского садоводческого общества. Именно форсайтом первый куст форзиции был привезен в Европу из Китая. Форзиция, как уже упоминалось, представляет собой небольшое деревце или куст высотой от 1 до 3 метров. Кора имеет грубую текстуру и серо-коричневый оттенок. Листья у отдельных видов встречаются тройчатые, но у большинства форзиции они простые, без прилистников, супротивные, овальные формы с зазубринами по краям длиной от 2 до 15 см. Колокольчатые цветки ярко-желтого цвета. Цветение форзиции начинается ранней весной и длится до трех недель, иногда даже дольше. Плод – коробочка с крылатыми семенами. Сегодня невозможно себе представить городские улицы, скверы и частные сады в Европе без форзиции и в первую очередь потому, что именно она является символом прихода весны. На серых, еще зимних улицах вдруг начинает полыхать желтое пламя цветов форзиции, и истосковавшиеся по теплу и зелени горожане, воспрянув духом, начинают готовиться к весне. Такое раннее цветение форзиции – свойства, отличающие от других кустарников. Популярности ей добавляет нетребовательность к уходу и место расположения. Какими особенностями в уходе и выращивании отличается этот популярный у цветоводов кустарник? Форзиции светолюбивы, но растут и в тени. Почва для растения необходимо из листкованного. Эффектней всего форзиция выглядит на фоне темно-зеленых двойных растений. Осенью зеленые листья форзиции становятся золотистыми или пурпурно-фиолетовыми, и она опять привлекает внимание своим ярким пестрым пламенем. Когда сажать форзицию? Посадка и пересадка форзиции осуществляется весной или ранней осенью, до начала заморозка, чтобы растение успело прижиться до зимы. Выбирает для этого защищенный от ветра участок на солнце или в полутени. Форзиция хоть и невынослива, но любит свет. К составу почвы растение нетребовательно, но лучше всего оно растет на слегка щелочных сухих почвах. Если на участке водородный показатель сдвинут в кислую сторону, лучше заранее перекопать почву с древесной золой. Ямы для форзиции должны быть размером 50х50х60, чтобы корневой шар после посадки оказался на глубине 30-40 см. Если вы сажаете несколько кустов, то копайте для них ямы на расстоянии полутора метров друг от друга. Перед посадкой необходимо засыпать в ямы слой дренажа избитого кипяча или щебня толщиной 15-20 см, затем 10-сантиметровый слой песка, затем смесь листовой земли, песка и торфа в пропорции 2 к 1 и к 1, и 200 г древесной золы. Саженцы форзиции опускают в яму, прикапывают с землей, которую потом обязательно уплотняют и обильно поливают. Если форзиция посажена вами весной, то в дальнейшем она потребует от вас обычного ухода. Осенняя посадка и уход за форзицией несколько сложнее – они требуют обязательного мульчирования участка, независимо от разновидности посаженного вами растения. Укрывной материал должен быть воздухопроницаемым, чтобы зимой во время коротких оттепелей под ним не прелить цветочные почки. Как ухаживать за форзицией? Уход за форзицией мало чем отличается от ухода за любым садовым кустом. При достаточно нервной осадках в летнее время в поливе растение не нуждается, но если лето выдастся засушливым, то поливать форзицию придется хотя бы раз-два в месяц – из расчета 10-12 л воды под каждый куб. После полива нужно разрыхлить почву и удалить сорняки, причем рыхлить нужно на глубину штыка лопаты, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням растения. После рыхления приствольный круг мульчируют компостом или сухой землей. Удобряют форзицию три раза за сезон. Ранней весной по приствольному кругу, но не вплотную к веткому стволу раскладывают толстый слой перепревшего навоза, затем обильно поливают. Навоз станет для растения одновременно и мульчой, и органическим питанием. В апреле в кочву вносят полное минеральное удобрение из расчета 60-70 г на 1 кв.м. После цветения, когда растение закладывает цветочные почки до следующего года, форзицию подкармливают кемирой-универсалом из расчета 100-120 г на 1 кв.м. Размножают форзицию чаще всего вегетативно, например зелеными черенками длиной около 15 см, которые лучше всего срезать в июне. Нижние листочки удаляют, а черенки, предварительно обработав стимулятором корнеобразования, корневином, эпином или гетероаусином, высаживают под парник, в перлит или песок. Можно укоренить и одревесневшие черенки, срезанные в октябре, причем сажают их прямо в грунт в саду, оставив над поверхностью 2-3 почки. Нужно только укрыть черенки на зиму сухими листьями. Весной, когда вы уберете покров, принявшиеся черенки пойдут в рост, и к осени вы получите прекрасное саженце. Размножают форзицию также отводками. Летом или осенью пригните нижний молодой побег к земле, предварительно перетянув его у основания проволокой, и надрезав кору с той стороны, что лежит на земле. Закрепите его, присыпьте плодородным грунтом, и побег очень скоро образует корни. Весной срежьте эту ветку фуста и пересадите, и уже на следующий год молодое растение зацветет. Размножается форзиция и генеративным способом, то есть семенами, но это уже разговор для специалистов. Обрезка форзиции Молодые кусты форзиции подвергают только санитарные обрезки, удаляют подмерзшие, усохшие или сломанные побеги. У взрослых растений по весне срезают подмерзшие концы веток, основную же обрезку проводят летом, когда закончится цветение. Отсветшие ветки укорачивают наполовину, старые и засохшие срезают на высоте 4-6 см от уровня почвы, и тогда от них пойдут боковые побеги. Обрезка помогает также регулировать густоту, высоту и форму куста, чешевидную или шаровидную. Если у вас есть необходимость омолодить вашу зрелую позицию, то лучше всего обрезать все ветви на высоте 4-6 см или хотя бы на две трети, чтобы активизировать рост молодых побег. Но не стоит злоупотреблять такими стрижками, потому что в результате куст будет сильнее разрастаться, но цвести перестанет. Омолаживать форзицию, чтобы она не теряла своих декоративных качеств, нужно не чаще, чем раз в 3-4 года. Вредители и болезни форзиции. Этот кустарник устойчив и к вредителям, и к болезням, но иногда поражается увяданием, манелиозом и бактериозом. Увидание лечат опрыскиванием, двухпятипроцентным раствором фондозола, а вот от бактериоза спасения нет, и куст придется выкопать вместе с корнями и уничтожить. Манелиоз выражается появлением коричневых пятен на листьях. В случае заболевания нужно вырезать и вычищать все пораженные места до здоровой ткани. Бывают у форзиции неприятности из-за нематод, тогда приходится обеззараживать почву карбатиодом. Форзиция после цветения и увядания. Чтобы защитить форзицию от зимних морозов, приствольный круг засыпают 10-сантиметровым слоем сухой листвы, ветки приебают к земле и пришпиливают, а сверху забрасывают их лапником. Ранней весной укрытие снимают, ветки открепляют, сухие листья убирают от ствола. Молодые растения на зиму целиком накрывают еловыми ветками. В снежные зимы форзиция прекрасно зимует и без укрытия, но кто знает наперед, какая выдастся зима. Виды и сорта форзиции Самый распространенный в культуре вид в наших широтах – форзиция европейская. Это невысокий, до двух метров, пряморастущий кустарник с цельнокрайними продолговатыми листьями до 7 см в длину. Цветки у него одиночные, колокольчатые, золотисто-желтого цвета. Вид – форзиция Жиральда. Очень похожа на европейскую, но более чувствительна к низким температурам. Она того же роста, ее стебли тоже в основном прямые, но четырехгранные, желто-коричневого цвета. Листья эллиптические, темно-зеленые, длиной до 10 см. Цветет в мае крупными изящными светло-желтыми цветками с перекрученными лепестками. Вид – форзиция свисающая или поникшая, или пониклая. Более рослый кустарник, до трех метров высотой, с раскидистой кроной, дуговидными, поникающими, тонкими четырехгранными ветками красновато-коричневого или оливкового цвета. Листья на старых побегах простые, на ростовых – тройчатые. Цветки крупные, до 2,5 см в диаметре, золотисто-желтые, собранные в пучки по несколько штук. В культуре выращивается несколько форм порзиции свисающей. Форма пестрая – ярко-желтые цветки, желтоватые пестрые листья. Форма парчуна – с узкими тройчатыми листьями, темно-желтыми цветками, собранными в пучки. Форма курпурно-стебельная, с темно-красными побегами и листьями в момент раскрытия. И другие формы – форзиция зимбальда, форзиция обманчивая, форзиция свисающая, парчуна. Вид – форзиция темно-зеленая. Высокий, до 3 м высотой кустарник с направленными вверх зелеными ветками. Листья густорастущие, простые, продолговато-ланцетные, зубчатые в верхней части, очень темного зеленого оттенка, длиной до 15 см, шириной до 4 см. Яркие цветки зеленовато-желтого оттенка собраны в малочисленные пучки. Засуха устойчива. Вид – форзиция промежуточная. Является гибридом форзиции поникшей и форзиции темно-зеленой. Растет до 3 м высоты, зацветает на четвертом году жизни. Листья у нее продолговатые, с зубчатым краем, но бывают и тройчатые, длиной до 10 см. Темно-зеленый цвет листьев сохраняется до глубокой осени. Ярко-желтые цветки собраны в пучки по несколько штук. Цветет в апреле-май. Зимостойко, засухоустойчиво, очень быстро растет. Сорта. Beatrix Farrand – высота куста на 4 м. Цветки ярко-желтые, с темно-желтыми волосами у основания. Дензифлора – невысокий куст, до 1,5 м высотой и примерно такой же в объеме. Цветки бледно-желтые, перекрученные, цветет в мае от двух до трех недель. Боится мороза. Сорт Spectabilis – один из самых красивых сортов. Куст всего метровой высоты, но крона в диаметре достигает 120 см. Листья в теплое время зеленые, осенью фиолетовые и ярко-желтые. Цветки темно-желтые, до 4,5 см в диаметре, зацветают в конце апреля. Вид – форзиция снежная или белая. Достигает высоту 1,5-2 м. Листья овальные, длиной до 8 см. Летом нижняя сторона листьев приобретает пурпурный оттенок. Цветки, как можно понять из названия, белые, с желтым зевом, в бутонах нежно-розовые. Вид – форзиция яйцевидная. Невысокий кустарник от 1,5 до 2 м высотой. Ветви раскидистые, серовато-желтого цвета, листья до 7 см длиной. Ярко-зеленые в летнее время приобретают осенью фиолетовый оттенок. Одиночные цветки ярко-желтого цвета, до 2 см в диаметре. Зацветают раньше всех других видов форзиции. Быстро растет, зимостойка и засухоустойчива. Популярные сорта. Спринг-глори, высотой до 3 м. Зеленые в летнее время листья осенью становятся пестрыми, от бледно-желтых до темно-фиолетовыми. Обильно цветет майя ярко-желтыми крупными цветками. Сорт «Тетра-Голд» – куст до 1 м высотой, цветки темно-желтого цвета до 3 см в диаметре. Цветет с середины апреля. Сорт «Голдзаубер» – ценный и очень популярный сорт с крупными золотисто-желтыми цветками. Морозостойкий – цветет с середины апреля около 3 недель. Надеемся, наш рассказ помог вам найти ответы на ваши вопросы. Мы будем благодарны, если вы поделитесь ссылкой на статью в социальных сетях и оцените ее непосредственно под статьей. Также будем рады вашим комментариям. Всего доброго, до новых встреч на floristics.info